Ребят, в принципе, сейчас понадобилось по-другому рассказать немножко полнее о проекте школы программирования Бовсуновского и дам некоторые ссылки. Значит, в чем суть системы? Школа сейчас делится на два раздела. Первый раздел – это подготовка с нуля, иными словами, все, что касается языков. Второй раздел – это джанго. Школа системно. В принципе, я дам еще почитать ссылку, вот она будет в описании. Здесь, в конце статьи, если вы хотите быстрее научить самое главное, что делать, чтобы получилось программировать. Здесь есть определенные рекомендации, почитайте. То есть, на что надо обратить особое внимание. Теперь, коротко, в чем вообще суть моей системы. В первую очередь, в основном, это уроки для людей, которые просто мечтали программировать, которые в свое время не заканчивали технических вузов. То есть, рассказывая простым языком. Теперь суть. Если взять то, что касается языкового программирования. Здесь мы опираемся на две вещи. Первое – это функции. То есть, система построена так, что я рекомендую то, чтобы функции нескольких языков Python, Kotlin, JavaScript были на отлично усвоены. Это влияет на все. Любые программы, ребята, на всеподобных языках, всеподобных, строятся на функциях. И, соответственно, при объектно-ориентированном программировании, иными словами, в классах, это методы. Те же функции, те же принципы работают, те же исключения получаем. За исключением нескольких мелочей. Например, в Python добавляется self. Это разберетесь дальше. Второе основополагающее – это система работы с кодом. Это то, что делает человека, либо человек, который быстро движется в программировании, либо медленно. Иными словами, у каждого человека, который пытается стать программистом, есть система работы с кодом. Хочет он этого или нет. Если мы делаем, ай, это потом, ай, это ладно, ай, пойду в Google, документацию не пойду, это и есть ваша система работы с кодом. Результат будет очевиден. Код будет чуть понимать, писать не сможете. Вот как раз только записывал видео по Игорю Лисицыну, участнику школы. То есть, как правило, Игорь не первый человек, но, как правило, что пишут ребята, которые начинают писать? По ходу дела, что написал по ходу дела? И сбрасывает репозиторий с программой переименования, группового переименования файлов. Иными словами, то есть, вот был человек с кашей в голове, вот сегодня есть уже код программы, с каждым днем код будет становиться второй, третий, четвертый программы, значит, сложнее. Дальше, понятно, уже присылал программы на код или на андроид, то есть, вывод какой? Человек пишет на нескольких языках. Это нормально, ребята! Именно это нормально! Теперь один момент. Сейчас я хочу, чтобы вы запомнили одно, что все надо начинать с функции, потому что отсюда идет и понимание кода, и читаемость кода. Иными словами, если человек просто проскочил в функции, он не отработал до блеска три простые вещи, считывание параметров на автомате, то есть, по взгляду вызов функции на автомате, исключения основные при работе с передачей аргумента на автомате, то, в принципе, начинаются проблемы. Ладно, все это есть в системе работы с кодом, то есть, это система. Дальше идет практическая отработка. Это работы джанга. Здесь все идет поэтапно, на самом деле. На YouTube есть, будет под видео ссылка, видео ссылка, есть бесплатно 42 урока, где мы начинаем писать сайт. Сайт сложный, сразу скажу. Но не переживайте, все объясняется очень подробно. Вы посмотрите видео, я пока совершенно быстро, только пару секунд. Иными словами, не надо пугаться. То есть, пишем, в данном случае, это дискуссия, лента, лайки, иными словами, Аякс. Разберем, это вам поможет потом в коде. Чат, уведомления, далее, публичный профиль, далее, там, сам профиль, то есть, добавление, друзья, ссылка запросов, фолловинг, то есть, следить, подписываться, ну и все прочее. В общем, посмотрите. Здесь дело сейчас не в этом, дело в другом. Уроки тоже я сказал, вот есть уроки по порядку, смотрите, лучше, конечно, сразу получить доступ, тогда у вас будет работа к коду совсем другое. Вот тут я имел в виду, когда по джанго, да, почему? Потому что человек, скорее, всегда хочет быстрее идти куда? Заниматься практикой. Вот тут, чтобы, вот для этих людей я и написал, сейчас, секундочку, то есть, на 40-ом уроке мы подводим итог. Иными словами, здесь идет развитие по уровням. Но в конце статьи есть еще интересная вещь, что делать, чтобы получилось программировать. И здесь есть советы. Опять же, нельзя применять работу с кодом, потому что мы работаем с исходным кодом, то есть, система работы с кодом. И здесь я просто перечислил, на что обратить внимание вообще. Вот начали с джанго, что еще дорабатывать в Python самом, чтобы все пошло нормально. Следующий момент. При практике джанго основной упор на две вещи. Это практическое использование документации вообще во всем проекте. Вторая особенность подхода. На протяжении всего проекта мы сразу пытаемся получать как можно больше исключений, чтобы не бояться их, а они стали помощниками. То есть, это все делается специально. Это важно. Следующий момент. Весь еще такой момент. Все идет поэтапно. То есть, мы должны расти. Расти поэтапно и при этом хорошо усваивать материал. Как это достигается? Сначала мы просто знакомимся с джанго. Следующий момент. Далее. Есть вещи, которые надо обязательно изучить до создания сайта. Ну, например, это такие вещи, как извлечение URL. То есть, мы берем четыре метода. Slack.id по namespace.getabsolutu.url. И это желательно сделать до блеска, отточить до создания сайта. Почему? Потому что этим надо потом размышлять. Далее. Программирование на классах. ListView. То есть, саму вьюху, переопределение методов, тоже надо отточить. Потому что все остальные вьюхи, там, создание форум, дитильвью, они все работают по одному и тому же принципу. После этого мы действительно готовы приступать к сайту. И далее погнали. Погнали, погнали и погнали. Все с полного нуля. Ставим виртуальное окружение, разбираем с настройкой проекта и потиху-потиху делаем. Запомните. Вам, какой бы вы проект ни делали, обязательно понадобится что? Абсолютно верно. Какая-то социализация. Мы пишем довольно сложный для новичка проект, но он вполне понятный. После него простые проекты писать будете. Кому-то потом понадобится, допустим, просто сделать оповещение. Кому-то оповещение по электронной почте. Кому-то там надо будет профиль сделать. То есть, всегда можно простые сайты упростить, но какие-то моменты будут. И очень хорошо, когда с этого начинается. В первую очередь, это система. Запомните. Я ведь Жанга даю с 2012 года. То есть, написал уже тучу курсов этих. На сегодняшний день это переосмысленный подход совершенно. В первую очередь, как я сказал, упор на пользование документацией. То есть, смотрим документацию и пишем. Иными словами, постоянно используем в проекте. Это и есть задача программиста. Второе, это системный подход. То есть, поэтапно растем по ходу создания проекта. При этом, две части вот эти складываются. Как я говорил, дам советы. Да, вот эти вот, прочитайте. То есть, здесь складывается и знание языков программирования. Вы сможете подтягивать по ходу. Уже будете понимать, что подтянуть. Но основные рекомендации я даю. Потому что, то есть, над чем надо будет работать, на системе работы с кодами. Иными словами, код, который мы пишем, его должно становиться понятного больше, непонятного меньше. Все это у нас получается. Итак, получить сайт spb-retout.ru. Получайте доступ. Доступ пока пожизненный. Поэтому, в любом случае, заниматься можно в удобное время. И столько пока не получится. Я не видел людей, которые бы не начинали программировать. Было бы желание, это раз, и не оставлять язык. Две задачи. Второе, работать по системе. Если есть система, есть точка отсчета, то все получится. Поэтому школа, в данном случае, это система. Понятно. Все, спасибо. Писал видео, как сказал, для раздела о проекте. Спасибо за доверие. Продолжение следует...